Осенью в Мурманске в одном из детских садов произошло ЧП. Трехлетнего мальчика обварили кипятком. После инцидента он три недели провел в больнице. На памяти блюстителей правопорядка это редкий, возможно, единственный случай в городе, когда ребенок так серьезно пострадал в госучреждении. А вот за моральный ущерб семье мальчика присудили сумму втрое меньше заявленной. Расплачиваться придется воспитательницам. Решение суда вступает в силу сегодня. Эти фотографии появились в интернете еще в сентябре. По словам автора снимков, Светланы Пазюк на ее сына, трехлетнего Кирилла, в детском саду уронили кастрюлю с кипятком. Раны зажили, но кроха до сих пор не может прийти в себя. Не хочет возвращаться в детский сад, да и нас изрядно испугался. Раньше, вспоминает мама, таким скромным он не был. Обо всем произошедшем Кирилл молчит. Мне позвонили с детского сада и сказали, что Кирилл обжег плечо. Ну, естественно, тут же выехали в детский сад, вызвали машину. И приехав туда, конечно, ну, виденное меня поразило. Мой ребенок стоял посреди группы, весь в пене бепантен. Он кричал, мамочка, мамочка, мне очень больно. Хотя он меня не видел, стоял ко мне спиной. А произошло следующее. Воспитатель не заметил, что мальчика нет среди ребят. Непоседа спрятался под столом, на который в это время нянечка накрывала полдник. Одно движение, и кастрюля с чаем опрокинулась прямо на него. Скорую никто не вызывал. В больницу Кирилла отвезла Светлана спустя несколько дней, когда ему стало хуже. А после выписки возмущенная мама обратилась в суд. Прокуратура оценила моральный ущерб в 200 тысяч рублей. Но суд с мерой согласился не полностью. Вреда здоровью как таковому, чтобы это потянуло на возбуждение уголовного дела, там не было мальчика, выписавшись из больницы. Он был выписан из больницы уже с полным заживлением этих ожоговых ран. И суд оценил понесенные им страдания в 60 тысяч рублей. По словам Светланы Позюк, ущерб, нанесенный ее семье, гораздо весомее. Мальчик три недели лежал в больнице. На память остались шрамы по всему телу. До сих пор ребенок посещает невролога, принимает лекарства. Светлана бросила работу и все время проводит с сыном. Сейчас семья подыскивает альтернативное дошкольное учреждение. Мы не будем даже обсуждать это, сколько кто получает. Есть решение суда. Справедливо. Но мама считает, мама просила намного больше, почему мама и претендует, что ее обидели. Мама просила намного больше. Суд решил остановиться на этой сумме. Суд решил так. Что мы будем обсуждать это решение? Это решение судей. Сколько бы ни получал работник. Выплачивать компенсацию предстоит воспитательнице и нянечке. Решение Октябрьского районного суда вступает в силу 10 декабря.